Время новостей на телеканале ЛАБА, в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. В поисках компромисса состоялось заседание Согласительной комиссии по земельным спорам. Какие выборы в 2017 году пройдут в Лабинском районе? Первые из них уже в апреле. Санитарный двухмесячник стартовал. В пятницу навели порядок на улице Виноградной. В Лабинске состоялось очередное заседание Согласительной комиссии по спорным земельным вопросам. Провести такие заседания до 15 марта главам муниципальных образований поручил заместитель полномочного представителя президента России в Южнофедеральном округе. Работу Согласительной комиссии возглавил Александр Сачиков. В заседании приняли участие главы и фермеры Первосинюхинского и Упорненского сельских поселений, а также представитель концерна Покровский. На комиссии были рассмотрены результаты принятых в декабре решений, подведены промежуточные итоги и определен дальнейший алгоритм работ. Глава района обратился к представителю концерна. Как, на ваш взгляд, это будет так, чтобы не топором рубануть и на две части по-живому разрубить? Оно же тоже, как говорится, у них каждый пай на учете и каждому паю цена. Есть и отношение к нему, если он имеет своего владельца или не владельца, так же тоже, понимаешь, отсечь, Бог его знает, за счет своей земли отдать. Ну, тоже как-то, кто может, а кто не может это сделать. Ну, давай как-то подумаем еще, чтобы найти компромисс. Давай еще подумаем. От любого решения есть определенное исключение, отступление. Поэтому здесь надо посмотреть еще. Насколько я понимаю, у вас тоже есть настроение на том, чтобы там нормально добрососедствовать на этой земле. В ближайшее время управлением сельского хозяйства администрации Лобинского района будет проведена индивидуальная работа с каждым владельцем крестьянско-фермерских хозяйств выше указанных поселений. В этом году на территории Краснодарского края состоится выбор депутатов законодательного собрания. В Лобинском районе, кроме этого, пройдут еще две избирательные кампании. 9 апреля состоятся досрочные выборы главы Чемырского сельского поселения в сентябре. Жители Засовского поселения будут избирать главу. О том, как идет подготовка к этим двум событиям, нам рассказал заместитель главы района по организационной работе. 2017 год для Лобинского района будет насыщен выборными кампаниями. И для жителей Лобинского района это потребует активной гражданской оппозиции. Совсем скоро, 9 апреля 2017 года, состоятся досрочные выборы главы Чемлыкского сельского поселения Лобинского района. Масштабными и очень важными для всей Кубани станут выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Единый день голосования 10 сентября 2017 года мы выберем представительную ведь власти Кубани. В этот же день пройдут муниципальные выборы главы Засовского сельского поселения Лобинского района. В настоящее время ведется активная работа по подготовке и проведению апрельских выборов. В целях содействия территориальной избирательной комиссии в организации и подготовке досрочных выборов главы Чемлыкского сельского поселения организована рабочая группа. В ее состав вошли руководители ведомств и структур, обеспечивающих организацию проведения выборов на территории Чемлыкского сельского поселения. Особое внимание уделяется вопросу подготовки избирательных участков к работе. Проведено комиссионное обследование избирательных участков на предмет их технического и противопожарного состояния, наличие исправности средств связи, технологического оборудования, надлежащего состояния подходов и подвезных путей. В настоящее время закончится период подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов на должность главы Чемлыкского сельского поселения. Территориальная избирательная комиссия Лобинского района в ближайшие дни примет решение по их регистрации. 1 марта стартовал Секубанский двухмесячек по наведению санитарного порядка и благоустройству. Он продлится до 8 мая. Работа уже началась в разных уголках города. Одна из первых поставленных задач – убрать мусор на въездах в Лобинск. Наш репортаж с улицы Виноградной. Слово Татьяне Щукиной. Впечатление о городе складывается уже в первые минуты пребывания в нем. Поэтому лобинские власти стараются с самого начала всекубанского двухмесячника привести в порядок въезды. На улице Виноградной работали студенты аграрного техникума. Около 20 ребят за несколько утренних часов очистили от бытовых отходов и лесополосу и улицу вдоль жилых домов. Здесь в течение нескольких месяцев действовала объездная дорога, проходил большой поток транспорта, поэтому мусора накопилось много. Стараемся сделать свой город чище, лучше для других людей, для себя в первую очередь. Сам буду ехать по этой улице и будет приятно. Только на Виноградной студенты собрали около 50-120 литровых мешков мусора. На сегодняшний день силами администрации, учебных заведений города, коммунальных служб приведены в порядок все въезды. Лобинск всегда считался чистым городом. Более всего это заметно людям, приехавшим из других регионов. Я приехала в Лобинск в гости и была приятно удивлена, что здесь поддерживается чистота и проводятся такие вот акции, которые только способствуют чистоте города. Данная работа была проведена в санитарную пятницу. Всего в период месячника таких пятниц будет 9. А на 8 апреля запланирован всекубанский субботник. Но городская администрация призывает земляков не ждать 8 апреля, а наводить порядок уже сейчас. Администрация Лобинского городского поселения обращается к населению нашему, чтобы приводили порядок в свои прилегающие территории, собирали мусор, побелили деревья, вскопали клумбы и грядки, привели в порядок. А также ограждение фасадов домовладений тоже привели в порядок. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». О погоде расскажет Ирина Бирюкова сразу после рекламы, но этот выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok